Не каждый небольшой город, как наш, может гордиться, что имеет свое высшее учебное заведение. Славянску на Кубани повезло. 25 лет назад здесь был создан филиал Армавирского государственного педагогического института, который за четверть века неоднократно менял название. Сейчас это филиал Кубанского государственного университета, но не изменял своим традициям готовить высококлассные педагогические кадры. В конце учебного года по уже сложившейся традиции в филиале прошел праздник за честь вуза. На котором чествовали лучших студентов и преподавателей. С подробностями мои коллеги. Возрадуемся и будем веселиться. Да здравствует институт, да здравствуют профессора и студенты. Примерно таков перевод гимна студенчества, который открыл праздник за честь вуза. И славянскому филиалу КубГУ действительно есть чему радоваться и что праздновать. В этом году ему исполняется 25 лет. А еще филиалу прошел государственную аккредитацию. А это значит, он продолжит готовить высококлассных специалистов и заниматься научной деятельностью. От имени ректора нашего Кубанского университета, Михаила Борисовича Стапова, поздравляю вас с этим праздником. Наш выпуск успешно прошел аккредитацию у нас в бланк, в котором написано, что период аккредитации следующий начинается в 2025 году. То есть, на все эти 6 лет, мы знаем, что это будет все программы, которые у нас, все программы, которые у нас, все программы, которые у нас, конечно, это очень радостно, и мы будем их количество с вами увеличивать. Среди почетных гостей на студенческом празднике были представители Управления образования, культуры, Управления по делам молодежи, а также председатель районного совета Григорий Литовко, который поздравил молодых людей с успешным завершением учебного года и пожелал им творческих и научных свершений в дальнейшем. Уважаемые студенты, дорогие преподаватели, я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Синеговска, от имени совета района, поздравить вас с этим уже ставшим традиционным праздником за честь вуза. Хочу вам сказать, что вот честь вуза делаете вы, вы студенты, вот такие целеустремленные, грамотные, идущие только вперед. Мы вся надежда на вас, мы верим в вас, мы надеемся на вас, вы наше будущее, с праздником вас. Этот год для вуза юбилейный. В планах провести несколько акций, совершить 25 добрых дел, открыть педагогический музей. Но и сейчас филиалу есть чем и кем гордиться. За учебный год студентами и преподавателями было подготовлено более 300 докладов для участия в конференциях. Опубликовано свыше 200 научных статей. 30 студентов стали победителями международных и всероссийских научных конкурсов. Их, а также наставников, наградили благодарственными письмами главы района. А студентка третьего курса факультета филологии, истории и общества знания, Мария Хорошун была признана лучшей в номинации за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности. Я занимаюсь статьями о жизни и качестве населения. Вообще, как живут люди, как происходит у нас здравоохранение. Ну, точнее, на каком уровне оно находится. И занимала первые места, пять первых мест. Я участвовала в конкурсе «Лучная научная статья» 2018 года, «Экономист года» и как бы в многих других статьях. И вот в пять именно я заняла первые места. Я очень благодарна своим родителям за поддержку, особенно Маховой Анне Владимировне. Это мой руководитель научный. Она меня всегда поддерживала, направляла. И вот так вот получилось, что вот заняла, как бы победителем стала. Также на церемонии были отмечены лучшие студенты и их наставники в культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. Главный приз, статуэтка и звание лучшего студента 2019 года был присужден студентке пятого курса факультета филологии, истории и общества знания Екатерине Роговой. Я очень рада, я счастлива, меня переполняет гордость, что я студентка нашего филиала. И, проучившись здесь пять лет, я бы не променяла наш филиал ни на один вуз. Ни на один, ни на один во всём учитель. Уважаемые друзья, студенты, коллеги, которые знают меня, гордитесь тем, что вы здесь учитесь. И будьте лучшими во всём. И вы добьётесь того, чего добилась я сейчас. Спасибо. Также были вручены заслуженные награды и преподавателям. В номинации «Педагог-наставник» лучшей была признана директор третьей школы Татьяна Кириллова. В её учебном учреждении в год проходит педагогическую практику около двухсот студентов. Я горжусь, что живу в городе и горжусь тем, что сотрудничаю с вузом. Много. Вот все те годы, которые указаны, и тифры, которые вы устремлились, мы сотрудничали с вузом. В моей школе 28 учителей – выпускники этого вуза. Людмила, в этом все праздниках, желающих самого хорошего. В номинации «Педагог-мастер» отмечена Людмила Гордиенко. Она – кандидат педагогических наук, доцент. Людмила Леонидовна активно занимается научной деятельностью. Является автором более 60 научных работ. В номинации «Педагог-легенда» лучшей признана доктор педагогических наук, профессор Лариса Заречная. В филиале Лариса Петровна отработала более 20 лет. Я работала над тем, чтобы создать вместе с доктором наук, профессором Щеколдином Аркадием Гавриловичем, новый абсолютно факультет. Это факультет технологии и предпринимательства. Я являюсь создателем абсолютно новой специальности, поднявшей проблему женского образования в России за 250 лет. Пожелать дальнейшего развития нашему филиалу. Я хочу пожелать огромных успехов в научной, в учебной деятельности им, как молодым ученым, так и ученым уже со стажем. Самое главное – не останавливаться наук. И, конечно, нашим студентам, чтобы они гордились своим вузом. Завершился праздник выступлением лучших творческих коллективов, созданных в филиале. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».